как же мы любим давать советы и как же ненавидим их получать мы-то хотим как лучше эти советчики лезут куда их не просят а если подумать то как же тянет дать совет какое удовольствие получаешь советуя почему в природе имеется потребность давать советы какой участок мозга за это отвечает дело в том что мы действительно получаем удовольствие давая советы а чужие советы зачастую вызывают дискомфорт боль так какие процессы в мозге обуславливают такое поведение почти четверть века я занимаюсь разработкой математической модели нервной системы и на этом канале я рассказываю о прикладном практическом применении данной модели о том как знание принципов работы нашего мозга позволит вам увеличить свою энергичность работоспособность обрести спокойствие и уверенность себе стать счастливым человеком так каким образом стремление давать советы связано с законами работы нервной системы дело в том что по нашим нервам не протекают образы или звуки только электрические импульсы которые мы называем нервными сигналами чем больше электроэнергии приходит наш мозг тем более энергично наша центральная нервная система тем больше задач она может выполнять одномоментно тем выше наша работоспособность и эффективность тем мы счастливее а при чем то счастье дело в том что наши эмоции это индикатор количества электрического тока поступающего в наш мозг чем больше электроэнергии поступает мозг тем счастливее мы становимся наше сознание работает по рефлекторному принципу нервные волокна пересекаясь и соединяясь между собой образуют огромные рефлекторные комплексы это то что мы называем своим опытом своими знаниями преимущественно будут срабатывать те комплексы которые несут больше энергии кстати именно поэтому наши воспоминания окрашены положительные оттенки раньше все было лучше поэтому мы стараемся вспомнить и повторить тот опыт те участки памяти которые делают нас счастливыми наполняют наш мозг энергии когда мы даем советы мы снова становимся счастливее а наша нервная система энергичнее мы даем советы для того чтобы самим стать счастливее в этот момент вспомнить счастливые моменты а мнение состояния нашего собеседника не имеет для нас абсолютно никакого значения мы вспоминаем мы выговариваемся мы включаем рефлекторные пути с наибольшим запасом энергии мы становимся счастливее на этом все если нашему совету не последовались и облажались то включается я же говорил а если вопреки нашим советам добились успеха то мы спустим это на тормозах наши воспоминания наш опыт наши рефлекторные комплексы имеют для нас первостепенное значение это звучит эгоистично но у человека лишь две цели в жизни получить удовольствие и по возможности избежать боли все наши действия и бездействия направлены на достижение этих двух целей а почему мы зачастую так негативно реагируем на чужие советы причина та же самая поток энергии в мозге дело в том что единственным источником электроэнергии в нашей нервной системе являются рецепторы только они превращают в электрический сигнал все виды окружающей их энергии рецепторы можно разделить на две большие группы внешние рецепторы и внутренние рецепторы внешне генерируют нервные импульсы из энергии окружающего нас мира солнца земли воды воздуха внутренние же реагируют на изменение состояния нашего организма но сильные изменения химического и физического состояния нашего организма мы воспринимаем как боль то есть для того чтобы наша нервная система работала энергия берется либо от окружающей вселенной либо от нашей внутренней боли пряник и кнут в результате перенесенных заболеваний инфекций травм электрическое сопротивление нервных путей увеличивается и энергии внешних рецепторов становится недостаточно тогда подключается энергия боли для решения 7 минутных задач энергия боли это нормально но в стратегическом плане это тупик потому что использование внутренних рецепторов сопровождается истощением каждый раз когда вам дают совет который включает ваши рефлекторные комплексы ваш опыт содержащие боль вы испытываете негативные эмоции и физический дискомфорт разумом вы понимаете что предлагаемый вам путь великолепен но делать вы этого не будете потому что при этом испытываете боль вывод советы всегда приносит удовольствие дающему их и принимаются только в том случае когда не приносят дискомфорт принимающим не вызывают у него негативных эмоций поэтому давать ли совет окружающих принимать ли совет совет окружающих решайте сами